Дай почитать. Все больше погружаясь в исследование жизни Железного Феликса, она начала испытывать крайне противоположное эмоциональное состояние. То начинала любить своего героя, потом вновь ненавидеть, в зависимости от материалов, которым обращалась. Но все же ее попытка увидеть Феликса, как она говорит, не только черно-белым, но вскрыть, цитирую, разные оттенки серого, вопреки его заклятым врагам и ярым апологетам, вопреки мне самой, какой я была годы назад, а может и вопреки Дзержинскому. Разумеется, я не специалист, поэтому позволю достаточно большую и показательную цитату, чтобы не вдаваться в тонкие и глубокие исторические подробности. Как поляк и несостоявшийся католический священник, он занозой сидит в нашем хорошем национальном самочувствии. Как человек он представляет собой великую загадку, сравнимую с героями Романа Достоевского, с полным набором эмоций, с широким диапазоном, все еще не до конца понятых способов делать тот или иной выбор, отчаянно мечущийся между необходимостью, убеждениями и совестью. Своей биографией он мог бы соперничать со Ставрогиным Иваном Карамазовым, но и с его братом Алешей, ибо он любил человечество убийственной любовью инквизитора. В другое время и в другом месте у него был бы шанс стать святым. Конечно, возникают вопросы даже к этому фрагменту. Зачем сравнивать с литературными героями исторического персонажа? И почему выбирать между святостью и злом? Сведения, которые сообщает Сильвия Фролов, общеизвестны. Правда, из всего она старательно делает свои выводы. Интересно, выписка из приговора, высылать Феликса Дзержинского под явный надзор полиции в Вятскую губернию на три года. Да, цитирую, в Налинск. Дзержинский отправляется туда под конвоем 25 июня 1898 года. В Налинске Дзержинский снял комнату за 4 рубля в месяц, столовался за 3 рубля у одного из ссыльных, а потом за пропаганду был сослан в деревню Кай, откуда и бежал. О подробностях читаем в книге Сильвии Фролов, Феликс Дзержинский «Любовь и революция 12+.» Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волкова 6А. До новых встреч! Дай почитать! Дай почитать!